Всем привет! Меня зовут Владимир, вы на моем канале и здесь мы говорим об автомобилях, которые снимаются в кино. Сегодня речь пойдет об отличном фильме Гран Торино, который снял Клинт Иствуд в 2008 году. Несмотря на то, что в заглавии этой картины присутствует название модели Форд, этот фильм вряд ли можно назвать именно автомобильным. Здесь нет погони трюков, каких-то красивых проездов и съемок в движении, ну практически нет. Это в большей степени драма о непростых человеческих отношениях. Но несмотря на то, что вышеназванный Форд Гран Торино в кадре практически не двигается, в основном выполняя роль бэкграунда, выкинуть его из сюжета совершенно не получится. Итак, Уолт Ковальски, ветеран Корейской войны. Человек, много лет отработавший на заводе Форд, живет в неблагополучном пригороде Детройта, где уже почти не осталось белых американцев. У него практически нет друзей и отношения с родственниками и соседями вряд ли можно назвать дружелюбными. Светлым пятном в его жизни является автомобиль Форд Гран Торино зеленого цвета. Один из тех, что он своими руками много лет назад собирал на конвейере. Фильм, на мой взгляд, безусловно классный, но сегодня хотелось бы поговорить именно об автомобиле, причем как о самой модели Торино, так и о конкретной машине, которая снималась в этой картине. Итак, что же именно за модель в кадре? Откуда взялся этот автомобиль и самое главное, что стало с ним после съемок? Это темно-зеленый Форд Гран Торино Спорт в кузове Спортеров 1972 года. Своё название модель получила в честь города Турино, который считается итальянским Детройтом. В былые годы в американском автопроме часто бывало так, что то или иное обозначение машины изначально дебютирует на рынке не как отдельная модель, а скорее как комплектация или же специальная версия уже существующей модели. Такая история произошла и с Торино. Изначально так называлась самая топовая комплектация другой модели Форд – Firelane. Но позже, из-за достаточно высокого спроса, руководство Форд принимает решение вывести Торино в отдельную линейку. Забавно, что впоследствии наоборот Firelane становится комплектацией Торино, а ведь изначально все было наоборот. Из-за этого произошла определенная путаница в нумерации поколений Форда Торино. Автообозреватели долго не могли между собой решить, считать ли модели 60-х годов первым поколением или нет. Итак, в нашем конкретном случае речь идет об автомобиле 1972 модельного года. В тот период Торино выпускался в следующих версиях. Базовая Торино, средняя Гранд Торино и самая максимальная Гранд Торино Спорт. Автомобиль выпускался в кузовах «Универсал», четырехдверный седан, двухдверный «Хард Топ» и, как в нашем случае, двухдверный «Фастбэк», собственно названный «Спорт Руф». Производитель предлагал достаточно большой выбор силовых агрегатов. От рядного шестицилиндрового объемом 4,1 литра до здоровенного 429-го 7-литрового В8. При этом самым мощным в линейке был 351-й «Кобра-Джет» с четырехкамерным карбюратором «Мотокрафт» на 750 cfm, выдававшим мощность около 300 сил. Это, безусловно, не те впечатляющие цифры, которые показывали безумные монстры из золотой эпохи маслкаров. Но на фоне конкурентов 70-х годов, которые выпускались во время топливного кризиса, вполне себе достойно. Автомобиль оснащался передними дисковыми тормозами и гидроусилителем руля. Кстати, довольно модной опциональной фишкой Торина тех лет являлась так называемая лазерная полоса на боку автомобиля. Смотрелось очень-очень круто. Да и в целом, с точки зрения дизайна, машина выглядела потрясающе для тех лет. Морда с огромной фальширадиаторной решеткой напоминала пасть к осадке. Кузов в модном тогда стиле бутылка кока-колы с вытянутой передней частью и укороченным багажником. Торина 1972 модельного года получила крайне высокие оценки от автомобильных журналистов и авторитетных изданий. А продажи вовсе были огромными. Форд продал почти 500 тысяч экземпляров Торина всех версий в этом году. Очень круто. Тем не менее, с годами ценность этой машины, как коллекционная, у западных ценителей сильно упала. Торины тех лет не ценились так же высоко, как более звездные модели, например, тот же Мустанг. Но с выходом фильма Клинта Иствуда ситуация, безусловно, поменялась кардинально. Если говорить об этом конкретном киношном автомобиле, поскольку у него не было трюковых сцен, машина участвовала в съемках без так называемых дублеров. Что важно, это не реплика, а самая настоящая Гранд Арена Спорт, купленная киностудией через Бэй у дилера классических автомобилей в штате Юта. На момент покупки машина была в очень хорошем состоянии. Студия лишь заново хромировала бампера. Темно-зеленый с лазерными полосами на боках, с черным виниловым верхом, он с момента покупки был оснащен дополнительными опциями. Такими, как раздвоенный выхлоп или пакет RAM Air Induction с функциональным воздухозаборником на капоте. После успешного пароката фильма, Клинт Иствуд выкупил автомобиль в личное пользование, но ездит на нем очень редко. В основном машина находится в автомобильном музее Warner Brothers в Калифорнии. Но на этом интересные истории, связанные с этим киноавтомобилем, не закончились. Когда фильм вышел в прокат, собрав около 269 миллионов долларов по всему миру, среди его многочисленных зрителей оказался почтенный джентльмен по имени Дэйв Бакетт из Моната, штат Миссури. При просмотре ему показалось, что автомобиль на экране уж очень похож на его собственный Grand Arena Sport, который он купил новым в автосалоне в 1972 году. Это был его самый первый автомобиль. Он навел справки и выяснил, что после того, как он продал машину в 1974 году, Торилт сменил несколько владельцев. Много лет хранился в огромном ангаре, где в 2000 году его увидел известный автореставратор Джим Крейг. Тот выкупил машину, привел ее в порядок и продал тому самому автодилеру Salt City Classic & Muscle в штате Юта, где его и нашли представители Уорнера. Таким образом, нашелся самый первый владелец теперь уже легендарного Grand Arena Sport. Дэйв Бакетт связался с представителями Автомузея Студия, и ему разрешили приехать и посидеть в салоне автомобиля наедине со своими мыслями и воспоминаниями. По его словам, получилось очень волнующе и трогательно. Дэйв говорит, что пересмотрел фильм много раз, и теперь бесконечно благодарен Клинту Иствуду за то, что тот выбрал именно его автомобиль для съемок. Кстати, забавный факт. Следом за фильмом Клинту Иствуда в прокат вышел «Форсаж 4», где очень похожий зеленый тари на того же 1972 года играет очень заметную роль. Но киношники говорят, что это чистое совпадение. На сегодня это все. Всем силово 8! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok